итак дорогие друзья мы с вами начали еще один раздел на сайте примеры проектов в этом значит курсе мы с вами добавляем bootstrap локально хотя ранее это делали когда начинали изучать только джанга да поэтому само собой это раздел надо изучить там джанга 17 здесь мы работаем с новыми версиями джанга 1.10 будем 11 сейчас 110 итак секундочку давайте перейдем в кабинет это уже третий курс в чем была наша задача в принципе сейчас план простой скачивание drive в проект bootstrap прописываем правильный база html и так далее так далее все посмотрите в курсе вообще я здесь заострил внимание конечно же на настройках всех настройках статики любой проект неважно какой версии джанга там 16 17 18 должен начинаться обязательно с правильной статики поэтому мы это рассмотрели очень подробно ну и конечно же основная наша задача была чтобы тренироваться с bootstrap поэтому мы подключили bootstrap локально делаем мы сейчас приложение джанга что-то наподобие твиттера наша цель научиться делать интерактивные приложения вообще этому будет посвящен весь 2017 год то есть создание грубо говоря создание социальных сетей значит в джанга ну пойдем пойдем от простого к сложному хотя самые азы я уже не буду затрагивать так как я сказал что надо посмотреть все что есть в школе например там представление тех же моделей я бы не буду объяснять азы так как вы их должны знать а мы уже заостряем внимание на основных всех вещах все я дал код в общем ваша задача кроме того что по сути дела вы уже должны уметь устанавливать bootstrap но тем не менее еще раз четко разобраться со статикой также я дал само домашнее задание само домашнее задание которое вы почитаете в группе и его надо обязательно сделать то есть статика здесь два пункта создать новый проект и прописать все настройки самостоятельно вот сделаете курс в проекте потом сделать и создать шпаргалку статика у вас не должна вылетать с головы то есть все должно перейти уже на данном этапе на подсознательный уровень что я имею ввиду я объяснял курсе если мы пишем тот же база html то мы уже подсознательно должны что сделать включить статические файлы вот эти все мелочи мы обсудили и это сделайте пока шпаргалку но по сути дела у вас со временем все это должно быть уже на подсознательном уровне значит смотрите вот часто я получаю вопросы с ютюба что мол ролики расположены хаотично абсолютно верно youtube для меня просто контейнер и вам для того чтобы узнать сами по себе ролики они хранятся уже на сайтах на сайте они вставляются в нужное время нужное место в сам сайт то есть я не делаю на ютюбе некую у меня там ничего нету это youtube для меня это обзор ну здесь есть и уроки но все они привязаны конкретно к сайту на сайта все по шагам вот что тут сложного пошли 1 2 3 4 5 шаг везде все по шагам и так думаю что вам будет интересно рассматривать как делал социальные сети и все более сложные проекты в жанка поэтому поехали дальше